13.06 в Кирове на 101FM «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Дмитрий Русских, депутат УЗС 4 и 5 САЗ. Дмитрий, добрый день. Юлия, добрый день. Всеслушателям тоже прекрасного дня. Я думаю, что... Хотя погода не очень прекрасна, но все равно день прекрасный. Ну, хотя бы не льет проливной дождь, и это уже вселяет надежду. Уже лето. Дмитрий, вы знаете, вчера на многих федеральных порталах и кировских вышли публикации, посвященные Никите Белых. Через три дня исполняется ровно год с тех пор, как его задержали. Это произошло 24 июня прошлого года. Никита Юрьевич все это время находится в СИЗО, и вчера срок его ареста снова продлили на этот раз до 24 сентября. Защита его утверждает, что это нечто беспрецедентное, потому что для того, чтобы вот так вот держать в СИЗО человека больше года, нужны очень веские основания. Вот о чем говорит то, что Никита Юрьевич все это время находится под арестом, по вашему мнению? О том, что, к сожалению, Никита Юрьевич будет сидеть очень долго. Что на самом деле у нас очень много практики сегодня последние годы, когда люди находятся и больше года под следствием. И на сегодняшний момент это такая процедура, довольно-таки очень часто применяемая. Это раз, а во-вторых, мы же должны там понимать те же статьи, которые ему предъявляют. Она позволяет сегодня следователям двигаться и дальше, потому что это, в принципе, взятка в особо крупных размерах. Это является тяжким преступлением, под которым как бы все будут находиться столько, сколько нужно. Но еще раз говорю, что это такой тренд, который говорит о том, что будет еще не одно продление и будет, вернее всего, что не в пользу Никиты Юрьевича решение того суда, который будет его судить. Ну, слушайте, мы ведь помним ситуацию с Олегом Березиным, он тоже достаточно долго находился под следствием, но благополучно все разрешилось. Ну, это немножко, я думаю, что разные ситуации и разные там посылы, но все равно уже больше года находился там, да? Значит, в данном случае, я думаю, что это совершенно разные две истории, и у них, у каждой будет совершенно разный конец. Согласны ли вы с тем, что таким образом на Никиту Белых давят? Нет, я думаю, что это не давит, и я думаю, что его просто ограничивают в каких-то определенных движениях для того, чтобы все-таки вероятность того, что ничего такого бы страшного не произошло, что как просто я читаю, что пишут следователи, что он может там влиять на свидетелей или может покинуть Российскую Федерацию, они просто убирают эти все возможности для того, чтобы довести свое дело до конца и получить именно то решение суда, которое они все хотят. Ну, вы ожидаете лично обвинительного приговора, правильно я понимаю? Ну, с точки зрения там человеческих факторов, конечно, я такой ему не желаю, но судя по тому, как все происходит и как все движется, то вероятность такая почти 90 там процентов. Тем более мы сейчас знаем, что появилось еще второе дело. Да, второе дело взятки, если мне не изменяет память, а взятки в размере 200 тысяч евро. 200 тысяч евро, да, да, и я так думаю, что основным свидетелем будет являться один из его замок. В данном случае это такая очень сложная история, которая, в общем-то, все показывает тому, что ситуация по решению суда будет однозначно отрицательной. А, это решение... Ну, вот здесь почему-то вот решили, что вот так. Ну, вот знаете, опять же, по опыту разных уголовных дел и в отношении бизнесменов, и в отношении чиновников, ну, есть несколько свидетельств того, что с системой все же каким-то образом можно договориться. Пойти на определенную сделку. Я имею в виду прийти к некому там соглашению, да, чтобы избежать обвинительного решения, либо чтобы тебя содержали под домашним арестом, но не в СИЗО. А вот почему в данном случае, видимо, договоренности, они были невозможны? Или вот почему этого не произошло с Никитой Белых? Юль, ну, смотри, для того, чтобы про что-то говоришь, нужно желание двух сторон и заинтересованность. Значит, вероятность того, что обвинительная сторона, это ей не нужно и это им неинтересно, из этого ничего и не происходит. Понимаешь, когда две стороны заинтересованы в содействии и сотрудничестве, и они понимают, для чего это они делают, потому что каждый там имеет возможность, там, допустим, находиться под домашним арестом или получить там две трети от того решения суда, которое там может быть, а другая сторона получит какую-то информацию или какие-то необходимые данные, которые она может использовать в своей работе, то тут может быть определенная сделка, да, и она бывает очень часто. Но, к сожалению, в данном случае вероятность того, что сторонам не о чем договариваться, и они не хотят договариваться, они двигаются так, как это происходит, то тут, в принципе, какой-то дискуссии или какого-то общего решения этой проблемы, как бы, его нет. Вы ожидаете быстрого суда? Нет, я думаю, что к концу года. Ну, мы с вами имеем, как бы, пример буквально недавнего всем известной, там, истории, которая была там с Прокоповскими, когда Михаил Юрьевич Прокопьев все-таки тоже пошел на сделку со следствием и тоже надеялся, что будет как-то пересмотрено решение, но вот оно, в принципе, было и судом принято, там, пожизненно, и в Верховном суде устояло. То, в данном случае, это не всегда работает так, как хочет обвинительная сторона. Ну, хорошо, я думаю, что мы с вами к этой теме еще вернемся. А за то время, пока вас не было у нас в эфире, как вы оцениваете, в политической ситуации в нашем регионе что-то изменилось? Ну, Юрий, а что-то сможет поменяться тут. Все, как оно было, так и остается. Значит, при всем при этом мы там все сидим сейчас в ожидании выборов губернатора Кировской области в городскую думу города Кирова. То тут я не думаю, что тут что-то может измениться. Обычная суета бизнес и политэлиты в рамках там выборных кампаний, которые будут. И самое печальное, что вот я смотрю на всю эту суету и понимаю, что там интересы кировчан и территории, они, наверное, находятся на последнем месте больше, чем на первом. То, в данном случае, здесь вопрос сейчас только избраться и победить. Другой задачей, самой цели, я думаю, что никто никакой не ставит. Суета бизнес и политэлиты. Вот объясните, что вы имеете в виду? Суета? Ну, сейчас же все озабочены только одним, как провести выборную кампанию, чтобы в рио губернатора проголосовали люди, показать хороший процент. При всем при этом в этом и какой-то части заинтересованы определенные бизнес-структуры, так же, как и политэлита, так называемого, в нашем городе и в нашей области. И все они работают там практически на один результат для того, чтобы это быстрее произошло, и результат был тот, чтобы было не стыдно за Родину. Неужели вы думаете действительно, что Единая Россия едина в своем порыве, поддержке Игоря Владимировича? Я думаю, что это такие слухи на уровне слухов, то, в принципе, все едино и все это как бы понятно. И мы с вами очень, я как депутат двух созывов, видел, как кто-то, может быть, какие-то фракции Единая Россия с чем-то был не согласен, но всегда они голосовали консолидированно. Точка зрения лично какого-то депутата никому не интересна, никто и не прислушивается. То все нажимали кнопки так, как требовала партия, как требовала фракция, то здесь то же самое. Есть кандидат, поставлены цели и задачи, и вперед из песней обсуждать-то тут, в принципе, нечего. А бизнес-элиты что, тоже в Едином Парк? Ну, как все ночи, все всегда, как бы, все выборные компании подразумевают, что есть определенные коммерческие там бизнес-группы, которые заинтересованы там в продвижении своих кандидатов, допустим, в городскую думу или в ЗАГС собрания, в поддержке какого-то определенного кандидата на губернаторские выборы. Понятно, что вероятность того, что это кандидат от Единой России, он там на 99%. Понятно, что они тоже в этот процесс задействованы, так как они в какой-то степени, в большинстве даже некоторых структур, зависят там очень сильно от бюджета и от движения головы и глаз губернатора будущего Кировской области. Ну и что, Вы считаете, что они об этом уже договорились и дано добро с двух сторон? С двух сторон это что-то? Я имею в виду со стороны бизнес-элит и со стороны действующего в Рио губернатора. Ну, я думаю, что тут большого согласия от бизнес-элиты и как бы не требуется, потому что, к сожалению, мы сегодня видим, что чаще всего, что, в принципе, указ сверху президента и администрация президента является определенным знаком для всех бизнес- и политических элит, которые там находятся на территории, при этом, как бы, их согласия, в общем-то, никто и не спрашивает. Вы так говорите, как будто они бессловесные овечки. Нет, они просто, как бы, участники процесса именно на стороне власти. Встроенной системы. Ну, большинство из них, кто, на самом деле, мы видим и знаем, которые влияют на городских и областных депутатов, конечно, это часть встроенной системы регионального уровня. И понятно, что они тоже, как бы, выполняют те же поручения, но стараются их выполнить еще со своим личным интересом или личным интересом их компании. Давайте, Дмитрий, на этом прервемся. У нас небольшой перерыв. Это Дмитрий Русский, депутат УЗС 4-го и 5-го созывов. Буквально через минуту мы вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Дмитрия Русских, депутата УЗС 4-го и 5-го созывов. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Ну что, Дмитрий Михайлович, давайте тогда про выборы в городскую думу с вами поговорим. Да, мне кажется, что они более будут интересны и более важны, по крайней мере, для геробчан и для нас с тобой, в первую очередь, потому что мы живем в этом городе. И, на самом деле, от этого будет очень много зависеть, как все-таки будет развиваться город в ближайшие 5-10 лет. Судя по тому, как мы обсуждать начали с тобой заранее этот вопрос, я просто как кировчанин, который живет с рождения в городе Кирове, я бы хотел проанализировать, что бы мы, наверное, хотели видеть и что бы мы не увидели в нашем городе. Вот я для себя накидал, что у нас изменилось там-10 лет. Это когда фактически одна и та же бизнес-структура во главе с главой города находилась там 10 лет у власти, потому что два срока Владимира Васильевича Быкова, они как бы были, их не выжечь и не сжечь, и мы будем еще долго, я думаю, об этом говорить. Что на самом деле произошло, а что не произошло. Значит, я просто взял для себя там вот все обещания, которые были, как, по крайней мере, на городских выборах всегда говорили и все прочее. Ну, значит, в первую очередь я для себя хочу там зачитать. Вот дороги. Ты довольна нашими дорогами? Я думаю, что нашими дорогами не доволен никто. Мне интересно посмотреть на человека, который доволен. Значит, дорог нет, пишем так. Значит, по большому счету я скажу, что и парков нет. Значит, в данном случае мы точно с вами видим, что, которые даже были парки в советское время сделаны, сегодня на них там на большинство произведены рейдерские захваты. Значит, на другие парки находятся там, в моем понимании, совершенно в ужаснейшем состоянии, потому что мы все-таки живем в 21 веке, да, и мы примерно с вами понимаем, какие должны быть парки в 21 веке. Значит, дальше мы возвращаемся к нашей там системе дошкольного образования и школьного там, да. Садиков как не было, так и нет. Да, мы эту проблему знаем. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент, как бы, кто бывает в садиках, со мной согласится, что даже те садики, которые существуют еще с советского времени, они сегодня требуют капитальных ремонтов и полностью перестройки. Ну, мне кажется, что знаешь, Дим, я как молодая мама, наверное, могу немного об этом судить. Дело даже не столько в капитальных ремонтах, а в том, что... В элементарном ремонте. В том, что, во-первых, они все переполнены, и в том, что у заведующих местами дергается глаз, когда они видят новых родителей с новыми детьми, потому что они понимают, что им некуда будет ставить кроватки. Ну, это проблема по наполнению. Мы сейчас говорим вообще о самом... Вот у меня в округе было три садика. Я в них каждый день ходил. Ну, не каждый день, конечно, я часто там находился. И я понимал, что, когда я был маленький, я ходил в эти же садики, но они были гораздо лучше, потому что они были новые. Сегодня там игрушек нет, уличная территория там в большинстве случаев еще не огорожена. Там совершенно какие-то деревянные стоят непонятные веранды, которые могут в любой момент крыша упасть. Внутри совершенно страшное состояние. Там и туалетов, и место, где готовят пищу. Ну, понятно, что не в каждый муниципальный садик хочется отдавать своего ребенка. Да, в данном случае мы говорим о том, что, в принципе, сегодня что школы, что садики, они требуют очень большого внимания со стороны городских властей. Потому что, ну, 10 лет ни туда, ни сюда. Все, что сейчас скажут мне там, займем, что построили новые садики. Но их действительно построили за федеральные деньги. Это была программа, и мы получили. Участие города там минимальное. Там был областной бюджет и федеральный бюджет. Так что тут вот тоже не надо. Значит, что еще мы очень много обсуждали. 25 лет нам обещают, что в городе Кирове будет чистая вода, которая, вот водопровод Корченкин. 25 лет его ведут и не могут привезти. При всем при этом мы до сих пор так и не можем получить чистую воду из крана. И приходится большинству людей пользоваться технической водой, которая бежит в кранах. Сегодня 21 век, и такого практически уже нигде нет. Ну, слава богу, что есть, стоят ларьки с чистой водой, которая для питья. Ну, это же все за деньги, это же надо все покупать. То в данном случае, если мы даже на эту ситуацию посмотрим, то, в общем-то, кардинально город за 10 лет, даже нельзя сказать, что он двинулся вперед. Он просто откатился на 10 лет назад. И при этом, что бы мне ни говорили, я вижу настроение там кировчан. И многие согласны, что город куда-то валится и пропадает. Вот эта постоянная грязь, неубранность, значит, самое элементарное. Да, я думаю, что ничего страшного нет, чтобы можно было прибрать город, как бы привести его в порядок, подстричь газоны, потому что все фактически в городе находится как будто в лесу или в полях, одуванчики какие-то. Ну, знаешь, вот такое ощущение, что нет хозяина, и все кировчане это очень реально замечают, особенно те, кто еще как бы жил в советское время, когда город на самом деле привлекал своей чистотой, зеленью, значит, какой-то такой малоэтажностью, что мы сегодня тоже замечаем. Вот это, конечно, ужасная точечная застройка, эти громаднейшие дома, которые практически сегодня рано или поздно создадут свой такой определенный вид на город совершенно другой. То, в общем-то, с моей точки зрения, как кировчанина, я бы хотел видеть, наверное, другой город и другое к нему отношение. И когда я сегодня прочитал где-то в блоках о том, что какой-то молодой человек написал, что гуляя по городу, у него ощущение, что никому до кировчан в этом городе дела нет, потому что по таким тротуарам и по таким паркам ходить очень сложно, особенно людям, которые с коляской или инвалидам, то понятно, что мы говорим о том, что они сегодня занимаются всем чем угодно, городские власти, но не занимаются проблемами города. Потому что они накапливаются с каждым годом все больше и больше. А вы вообще, Дмитрий, понимаете, вот в принципе, за счет чего живет город Киров? У бизнеса проблем, бюджета нет, властям особого дела до города нет. За счет чего вообще город живет? Вот за счет города, смотри, город живет все равно, значит, надо разделить там, как бы, есть бизнес, есть кировчане, да, есть городская власть, которая, в общем-то, должна и выбранно, и платится им деньги налогоплательщикам для того, чтобы она обеспечила качество жизни в этом городе, какую-то определенную комфортную среду. При всем при этом бюджет города Кирова почти 10 миллиардов. Это не самый плохой бюджет. Тем более мы говорим о том, что, как бы, были очень хорошие годы, там, с 10 по 13 год, когда бюджеты очень плотно формировались, было очень много программ федеральных и областной бюджет обычно. То в данном случае мы, как бы, понимаем, что город Киров находился примерно в тех же условиях, как и многие города Российской Федерации. При этом, конечно, есть очень много таких городов, как город Киров, да, но есть гораздо с меньшими бюджетами, и города, которые отличаются определенной чистотой, определенной ухоженностью, особым отношением, какими-то приятными парками. Но на самом деле это не вопрос денег, это вопрос отношений. И я никогда не соглашусь, что у нас тут нет денег. Если мы сейчас начнем говорить, где у нас деньги, там, разбирая бюджет, да, вот я тоже для себя написал. Где у нас деньги? Да, деньги, куда дели деньги из них. Как говорит наш президент, а деньги где из них там, да? Ну вот я начинаю смотреть, и вот мы очень много обсуждали, когда еще был депутатом, о том, что у нас очень много недвижимости городской было роздано и продано там знакомым родственникам практически за бесплатно. Да, мы видим динамику продаж по 159-му ФЗ, когда одним предпринимателям продавали за 45-50 тысяч квадратными, а другим там за 12-15 тысяч. Значит, при всем при этом, как бы, очень большой процент такого квадратного, ну, площади квадратных метров был продан совершенно по каким-то очень заниженным ценам. При этом хочу сказать, что вот последняя история, вы, наверное, слышали уже, очень, кстати, показательная, когда городской совет ветеранов убрал своего председателя ветеранской организации, депутата городской думы Евдокимова. Значит, при всем при этом, значит, как бы, это произошло буквально на той неделе, и на самом деле я начал, когда свою депутатскую работу, мы очень плотно, в те время, шестой-седьмой год работали с городским советом ветеранов, и это было, на самом деле, очень честные и порядочные ветераны, которые болели вообще, как бы, о ветеранском движении. Приходом главы города, господина Быкова, и постановкой его товарища Евдокимова, представителем совета ветеранов, значит, Совет ветеранов поменял свое отношение вообще к ветеранам, и он совершенно занимался не тем, чем нужно, и, в общем-то, мы сегодня можем сказать, что практически, как бы, ветеранской организации в городе не стало. Но вот буквально ветераны, видимо, всеми силами собрались, и они все-таки взяли и снесли вот этого господина Евдокимова, не избрав его ни председателем городского совета ветеранов, ни областного. Основная аргументация была просто уникальная. Мы все помним еще с детства, что вообще у ветеранского движения всегда было свой кафе-ветеран. Значит, и самое интересное, что вот этот любитель ветеранов, господин Евдокимов, значит, депутат городской думы, значит, умудрился этот кафе-ветеран еще в 2011 году тихонечко, можно сказать, что приватизировать. Значит, каким-то способом он выкупил за 162 тысячи рублей 80% пакета этого ветеранского заведения. Значит, при всем при этом остальные 20% буквально 2-3 года назад выкупил другой городской депутат, господин Липатников, значит, который тоже стал участником процесса, и общая сумма этого объекта составила, по тому, что я прочитал в СМИ, 170 тысяч рублей. Значит, скажу по площадям. 700 квадратных метров площадей торговых и 500 квадратных метров это подвальное помещение. Вот 1200 квадратных метров, если мы разделим на эту сумму, мы просто поставим мировой рекорд по продаже в центре города. Значит... Где у нас находится какой-то ветеран? Это вот прямо, где раньше было кафе «Лукоморье», Карла Марсов. Прекрасно к Энгельсу. Да, Карла Марсов. Прекрасное место, очень ходовое. На сегодняшний день там висит вывеска, продаются семена Красногорского. Значит, по оценкам риэлторов, которые прикидывали стоимость вот так для себя на скидку этого здания, оно примерно стоит на сегодняшний день 25-27 миллионов рублей. Вот эти два уважаемых депутата городской думы, в кавычках, умудрились у ветеранов забрать его за 180 тысяч рублей. Да, вот вам первая история, да, почему-то как-то произошло так, что наше имущество, вот это один из примеров, да, оно ушло совершенно за какие-то, не знаю, детские деньги и забрали у ветеранов. А сейчас принципы управления государственным имуществом, они все те же? Да, все то же самое. Я думаю, что в городской власти очень сложно еще поменить, пока депутаты, которые должны защищать городское имущество и кировчан, сами не будут участвовать в этих распилах, как я их называю. Да, всем известная история, помните, у нас с парком Победы. Вот сейчас это как-то замолкло, это уникальная история. Когда наш любимый глава города, Владимир Васильевич Быков, купил или отдал своему непосредственно сыну 4 гектара в Парке Победы за 360 или 380 тысяч рублей. Ну, просто талантливый у него сын, и надо было ему помочь, видимо, чтобы у него была вот эта земля. Значит, по оценке сегодняшних же риэлторов, этот сегодня кусок земли, если бы даже город решил бы его продать, хотя я считаю, что там должен быть парк, потому что та часть города совершенно не зеленая, и там сегодня люди задыхаются, потому что изначально это зона заводов, и еще в советское время там, мне рассказывал мой директор школы, Александр Иванович Тремов, они в каком-то 60-м году туда ездили после работы, как студенты, высаживать деревья, для того, чтобы на самом деле там были парки, была зеленая часть. Значит, то вот оценка, и вот сегодня 250-300 миллионов рублей, этого участка земли, если его там запустят по строительству. Сегодня это все утихло, но хочу сказать, что почему-то по какой-то причине областная прокуратура отказалась дальше судиться с городской администрацией по этому участку земли, и вероятность того, что как закончатся выборы, мы, наверное, узнаем, что все-таки как бы близкие люди к главе города имеют все-таки возможность уже начинать застройку этого участка, и, как он говорит, наш бывший глава города, что это никакой не парк, это заброшенная территория. А как вы для себя лично этот отказ прокуратуры объясняете? Ну, как я себе объясняю? Я объясняю это тем, что, в общем-то, что-то такое произошло между, наверное, областной прокуратурой и администрацией в плане там выяснения отношений, насколько там, что законно-незаконно. Я думаю, что с точки зрения прохождения самой процедуры перевода этой земли и продажи, наверное, все произошло законно. Вопрос возникает другой. А почему такая цена? Да? Если бы мы сегодня говорили, что продажа произошла за 250-300 миллионов, хотя на 2013 год у них даже кадастровая стоимость этого объекта была 150 миллионов в 2013 году, значит, это было бы еще более-менее понятно. То мне кажется, что тут прокуратура-то должна не по процедуре возбуждаться, а именно по стоимости и оценке этого участка земли. А в плане, наверное, того, что законно ли это незаконно, именно сама процедура выведения участка и его продажи там арендатору, ну, наверное, здесь прокуратура, может быть, на мой взгляд, кажется, поняла, что именно в этом направлении у них ситуация тупиковая. Но, с другой стороны, у нас же была практика и в Ленинском суде, когда судья встала на сторону прокуратуры, и потом это дело передали в областной, и областной это все обратно в другую сторону направил. То, значит, все-таки какие-то колебания там были, и нельзя однозначно этот участок, который фактически всегда принадлежал там парку, как бы отыграть в другое направление. Вот мы сейчас с вами, Дмитрий Михайлович, вспомнили прошлые грехи, да, и все, что было не сделано в следующие годы. Нам сейчас нужно уйти на рекламу, это особое мнение Дмитрия Русских, и вернемся через пару минут. Мы возвращаемся в эфир, это особое мнение депутата УЗС 4 и 5 созыва Дмитрия Русских. До перерыва мы говорили о том, что было не сделано в нашем городе. Почему не хватает в городском бюджете денег, потому что в данном случае они у нас уплывают. Точно так же я могу вам привезти пример АТП. Мы сегодня с вами уже не раз обсуждали, на каких мы ездим автобусов в городе в 21 веке, да, которые дымят... Давно ли вы, Дмитрий Михайлович, на автобусе ездили? Ну, на автобусе я, может быть, и не часто езжу, но я их постоянно видаю и обращаю на них большое внимание. Я, как бы, я больше пешком даже, наверное, хожу, чем на автобусе езжу. И при этом я вижу, в каком состоянии автобусы, и у меня и мама всегда ездит на автобусах, и, как бы, и они в глаза очень сильно бросаются, потому что, слава Богу, что я могу себе позволить путешествовать по странам, по городам. Я вижу примерно даже в совершенно не очень богатых городах даже Российской Федерации, и не говоря уже там о зарубежных, в каких общественном транспорте ездит население, да. Значит, у нас совершенно это все очень выглядит печально, на самом деле, да. Дымят, не едут, совершенно старые. Такое ощущение, что мы какой-то хлам собираем где-то, да, и вот людей перевозят. Значит, при этом мы говорим, что у нас есть муниципальное предприятие АТП. Кроме как убытков и воровства там больше нет ничего. То в данном случае это тоже та история, куда уходят наши деньги, и почему мы так их нерационально используем. И депутаты, которые сегодня работают, за этим ничем не следят. Потому что снова же взятие сета АТП во всех процессах, которые мы тоже увидели с вами в СМИ, было написано, опять участвуют два депутата Городской Думы. И кто-то от фракции «Единая Россия» Медовиков и Григорьев. Вот и история. Ну, про Ленинскую управляющую компанию вообще говорить нечего. Это тоже муниципальное предприятие. У меня округ был в Ленинском районе в 21-м. Все жалобы начинались с управляющей компании Ленинского района. Там тоже известно, что в последние годы там очень активно и красиво руководил тоже городской депутат, Никулин такой есть, да, который буквально сбежал, когда произошел смертельный случай. При всем при этом, когда я посмотрел, сколько он себе выписывал запрату в управляющей Ленинского района, был очень поражен. Это получилось, почти 500 тысяч он себе выписывал в месяц, потому что у него доход за тот период, пока он работал в Ленинской УК, составлял там 6 миллионов рублей. Плюс мы можем сейчас рассказывать о том, что, в принципе, у нас было прекрасное муниципальное предприятие Гороэлектросеть, которое тоже несколько раз подвергалось рейдерским захватам для того, чтобы ее забрать в определенные частные структуры. Это предприятие при нормальном руководстве города еще 10 лет назад приносило по тем временам 100 миллионов в год прибыли, которая могла тоже бы распределяться в город, на них можно было ремонтировать садики, строить площадки и все прочее. Сегодня там другая ситуация. Ну и, конечно, самая интересная вещь, которой я всегда поражаюсь, оказывается, Владимир Васильевич Быков у нас очень любил все эти 10 лет сельское хозяйство. И в бюджете города Кирова, все удивляются, и кто-то верит, а кто-то не верит, всегда было заложено 450 миллионов ежегодично на поддержку сельского хозяйства в городе Кирове. В городе Кирове. Да. Все спрашивают, а это что? Ну вот у нас есть одно предприятие, это Доронич. Да, то вот на протяжении большого периода времени мы очень плотно помогаем, потому что денег в городском бюджете много, частные компании, 450 миллионов каждый год. С прегрешениями Дмитрия Михайловича, в общем-то, все понятно. Да, да, и таких случаев... Что дальше? Мы можем до конца эфира об этом говорить. Да, обсуждать, да, и, к сожалению, это печальная на самом деле история. Значит, а 450 миллионов, так в переводе, да, это примерно по сегодняшним расценкам 3 детских садика в год по 150 человек. Сегодня средняя стоимость места одного 1 миллион 1 человек. Я бы сказала 2 детских садика. Нет, я тебе скажу, что 3 по 150. И это хорошие садики, есть практика, и как бы они реально существующие, и это нормальная смета. То если вы посчитаете, сколько за 10 лет мы помогли сельскому хозяйству, в переводе на детские садики, я скажу, что 30 детских садиков за 10 лет мы могли бы построить. При всем при этом областной бюджет тоже выделяет эти же поддержку в размере этому предприятию почти миллиард. Вот вам вся история дальше. К чему мы все это... Мы говорим о том, что, в общем-то, деньги всегда в городе были, всегда в городе существовали. В городе Кирове сконцентрировано большинство предпринимательской среды. Здесь находятся предприятия, здесь много больше работающих предприятий. Здесь бюджетом немножко другая история, чем, допустим, с муниципальным образованием город Слабоско или, допустим, Вятские поляны. То вот, судя по тому, как за 10 лет у нас все куда-то вытекало и растекалось, мы сегодня и имеем, что вот пришло время, когда все пришло в упадок, и фактически денег не стало. Потому что сегодня на самом деле есть определенный кризис. На самом деле предпринимательской среде сегодня тяжело. Значит, налогов платится меньше. И предприниматели уходят из региона. Ну, потому что ведь, знаете, когда кому-то можно все и отдавать по 12 тысяч за квадрат, и не проверять их, потому что они покупают за 12 тысяч, да, всяким структурам. А кто покупает по 50 квадратных метров у этого же города, то с них и проверки-то не слазят. То понятно, что эта несправедливость приводит к тому, что многие предприниматели, которые, в общем-то, сегодня стараются работать честно и правильно, они были вынуждены в связи с таким большим вниманием к ним уходить на другие территории. Что, в принципе, тоже очень сильно сказывается на вообще, как бы, на происходящее и в области, и в городе. Мы же сегодня видим, какая большая проблема сегодня с областным бюджетом. Это просто громаднейшая проблема. Ну, льготы режут, и из всех телевизоров нам говорят, что денег нет. Денег нет, да. Ну, мы там сейчас можем еще вам такой же список по области проведуть, куда у нас деньги уходили все эти годы и уходят, да, и вы скажите, что деньги-то в принципе есть. Если у нас только на доплату к пенсиям, пенсионерам, которые вышли по госдолжности и по госслужбе, в этом году заложены 200 миллионов рублей. Когда мы начинали только этот процесс, я помню, год, наверное, 10-11, там сумма была где-то около 30-40, мы выросли в 5 раз. Да, то, в принципе, как бы, деньги есть, но не на вашу честь. Мы совершенно говорим о тех вещах, что вся нагрузка, которая сегодня сваливается в связи с кризисом, она сваливается на население. Так, выборы в Гордуму. Выборы в Гордуму – очень важный вопрос. 5 минут у нас с вами осталось. Да, мы должны с вами четко понимать, там, это не агитация, это просто мы с тобой сидим и рассуждаем, как кировчане. Мы будем дальше также смотреть, как это все происходит, или все-таки придут какие-то новые люди, какие-то новые депутаты, которые реально захотят что-то поменять в городе. Потому что я считаю, что если так сложится, то основная их первая задача будет все-таки собраться и на Первой же Думе принять решение, резолюцию о том, что надо срочно провести глобальную проверку, там, контрольно-счетная палата или Следственного комитета, или там прокуратура, именно всей деятельности работы за 5 лет городской администрации. Потому что надо с чего-то начинать двигаться вперед. Надо сначала все проверить, изучить, значит, кого нужно наказать, кого нужно посадить. И после этого уже принимать совершенно новые решения для того, чтобы город начинал оживать. Ну, мы же с вами понимаем, что и в новой городской думе, наверное, и большинство также будет от партии власти. И даже я сказал не только от партии власти, а от тех коммерческих структур, которые все 10 лет этой фракцией и партией руководят. С какого перепугу, собственно говоря, им принимать решение о проверке за предыдущие 5 лет? Ну вот в этом вся и есть основная как бы и проблема. Да, то понятно, что одни будут очень сильно сопротивляться, чтобы это не делать, потому что это касается в первую очередь даже того депутатского корпуса, которого я сейчас говорю, что куда ни возьми, в любом каком-то скандале или в какой-то такой серой схеме участвуют почему-то городские депутаты. Значит, понятно, что вероятность того, что они все окажутся в новой думе, очень большая. То понятно, что сегодня идет борьба там добра и зла. Или мы сегодня там сможем как бы с приходом новых депутатов все-таки поменять эту картинку, да, и все-таки уже как-то более по-другому относиться и к городу, и в первую очередь к кировчанам, которые на самом деле ждут от депутатов не коррупции и не развала города, а именно какого-то движения вперед. И мне кажется, что тут очень сложный на самом деле такой получается разговор, потому что судя по тому, как население теряет быстро веру во власть, то вероятность того, что кто-то в очередной раз захочет из кировчан, я бы, наверное, тоже такое же мнение придерживаюсь, поверить в очередной раз власти и прийти на выборы и проголосовать именно как-то, да, она очень маловероятна. Я думаю, что явка и на выборы губернатора, и на городскую думу будет очень низкая. Если явка низкая, то значит мы говорим о том, что вернее все останется, как есть. Ну, это вообще вопрос легитимности, конечно, и тех, и других. Про выборы губернатора еще хотела вам буквально пару вопросов задать. Недавно состоялось выдвижение кандидатов у нас Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов, вы двинулись в каждой от своей партии. А вот, Дмитрий Михайлович, как Вы думаете, почему все-таки не состоялось выдвижение единого кандидата от оппозиции, о котором так много говорили? Юрий, я на этот вопрос отвечал ровно 5-6 месяцев назад, что этого не произойдет, хотя это должно быть, и если бы сегодня было объединение, то можно было бы понимать, что это была бы интересная выборная кампания, при всем при том, что три оппозиционные партии фактически в процентном соотношении имеют больше, чем вместе взятые, чем партия Единая Россия. То это была бы такая интересная, на самом деле, избирательная кампания. Но все сегодня партии не самостоятельны. Они не могут договориться по определению, что им никто не разрешит договариваться. Так бы у нас давно бы в большинстве территорий Российской Федерации поменялись бы уже губернаторы, и это было бы не Единая Россия. То с данной точки зрения это изначально бы не поддержалось на самом верху, на федеральном уровне, и на местном уровне здесь все руководители партийных организаций за эти годы как бы не подружились, а наоборот рассорились. То в данном случае они все очень амбициозные, и никто не хочет друг друга поддерживать, и все считают, что если это будет он, единый кандидат, то он победит, а вот Иванов Петров он не победит. То на этой почве это как бы бессмысленно было, эта тема закрытая на сегодняшний момент. Еще один вопрос, который мне важно задать, буквально пару недель назад в особом мнении у меня был Николай Голиков, который сказал, что единственное, на что мы можем сейчас рассчитывать, это на то, что Кремль даст отмашку провести реально конкурентные выборы. Я в это не верю по одной простой причине, что вот смотрите, на сегодняшний момент у нас существует муниципальный фильтр. Значит, сегодня из четырех заявленных кандидатов, по-моему, сегодня четыре заявленных, пять, значит, еще не заявилась «Праведливая Россия», я думаю, что она не заявится. Значит, как бы... Вы дружите с Сергеем Торонином? Я с ним дружу, но это не его заявление, это мне так кажется, потому что на сегодняшний день тот кандидат, который мог быть, и которого озвучивают, вероятность его принятия решения очень ограничена, потому что, еще раз говорю, что это все согласовывается на самом верху, и никто сам по себе там рисковать ничем не захочет. Хорошо, отмашка про конкурентные выборы. Такого просто не может быть, потому что есть муниципальный фильтр, раз, во-вторых, есть основная там вещь, там, если бы это было изначально, то зачем тогда муниципальный фильтр? Муниципальный фильтр как раз и служит для того, чтобы сильных и мощных кандидатов не допускать до выборной кампании. Я сейчас думаю, что вероятность даже прохода муниципального фильтра у Сергея Павлиныча Мамаева будет ограничена. То, мне кажется, для полного спокойствия этой выборной кампании и победы первого кандидата, наверное, им было бы проще и Сергея Павлиныча по этому фильтру не пропустить. Потому что, в принципе, он поведет, наверное, самую активную выборную кампанию и всех оппозиционных кандидатов. А он реально имеет шансы? Ну, это очень сложный вопрос, понимаешь, как бы... Ну, наверное, точно не имеют шансы тот человек, который выдвинулся от какой-то тоже коммунистической... новой коммунисты или кто-то... Мы это можем смело сказать, да, и мы говорим, что это технический, вероятность, это как бы игрок для того, чтобы выборы состоялись. Ну, все зависит от явки, все зависит от... Коммуниста России. Да, коммуниста России. Николай Барсуков. Ну да, вот его все знают, и он, наверное, победит. То в данном случае, как бы, получается такая ситуация, что очень много факторов зависит, насколько у кого есть шанс. Да, ну, наверное, у Сергея Павлиныча и у Кирилла Черкасова, наверное, есть какие-то определенные шансы. Но вы действительно их считаете сильными настоящими кандидатами? Да или нет? Время заканчивает. Я думаю, что нет. Я думаю, что один из них не хочет быть губернатором, он поднимает ответственность. Другой, может быть, и тоже как бы не совсем хочет. Но самое печальное, что есть, как бы, поручения, там, администрации президента, и каждая партия, которая находится в Государственной Думе, должна своих кандидатов выставлять. Это как Зюганов и Жириновский на выборах президента. Ты правильно, и еще Миронов. А, да, еще Миронов. То в данном случае, вот, тройка, она как бы обеспечена как раз для того, чтобы показать, что... И Миронов нам не хватает. Да. То в этом случае надо там ответственно говориться, что если бы была возможность участвовать всем, кто хочет, это была бы другая картинка. Я не исключаю, что в этом случае мог бы пойти и Василий Куприянович Сураев, про которого очень много пишут, что он может пойти там или не может, не знаю. Но это был бы хороший кандидат, это была бы интересная ситуация. Может быть, пошел бы Олег Дарьянович Валенчук, который тоже бы какую-то свою интригу дал. Если бы это была примерно выборная кампания, как в 2003 году, когда Шаклеин избирался, и было 11 кандидатов, да, и они были совершенно все разные, и никто им не мешал, и никто их там не пугал, то в той ситуации была на самом деле интересная выборная кампания, и там вдвойне приятно, что Николай Иванович Шаклеин там победил, ему самому, наверное, было приятно. Но когда мы сегодня видим совершенно другие выборные кампании, да, то даже избирателю уже не интересно. То мы пришли как раз к той точке зрения, что президент просто должен назначать губернаторов, так как он, в принципе, сегодня назначает в РИУ. И не тратить деньги зря. Время кончилось, к сожалению. К сожалению, да. Да, это особое мнение Дмитрия Русских, депутата УЗС 4 и 5 созыва. Спасибо вам за эфир. Вам спасибо, всем слушательным, хорошего дня. Эфир для вас села Юлия Ханой, села всего доброго, до свидания.